всем привет с вами канал artmania и у нас сломался чайник представляете вот он этот чайник самый дешевый что-то рублей 800 600 что он был но давно года 2 3 назад наверное не знаю сначала вы включила включился с трудом потом женька устроил он включил второй раз а третий раз он просто отказал и так и доставали сейчас он розетка у него вытащена купили новый холодильник чайник сломался вот вот я сейчас сижу и думаю вот сижу я сейчас и думаю как я сейчас посмотрела цены на чайники они где-то стоят если брать это я брала самый самый дешевый я подумал возьму самый дешевый обычно переплачиваю всегда деньги думал возьму подешевле думал что будет дольше работать ну как пусть беру же дешевые покупают нормально там все работает до 2 года проработал сейчас я задумал что наверное надо взять все-таки чайник получше то ну там что два года это мало это действительно это очень мало проработал бы он лет пять хотя бы до 6 там мы залезла сейчас в сетелинку меня там бонусы есть посмотреть сколько что чайник они стоят около трех тысяч ну более-менее там какой с отзывами мулинекс вот я нашла сейчас за 3000 там где тут 2 500 или 3000 что я сейчас не помню там ну такой обычники тоже такой хочу беленький пластмассовый вот но я устала тратиться постоянно женька как бы все деньги тратит на продукты все деньги на то есть он вообще не откладывает деньги я всегда откладываю то есть вот то что вот куплено да вот чайник я на свои деньги покупала тостер стоит на свои деньги покупала копила покупала там это мультиварка посудомоечная машинка робот-пылесос там ну вся 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 вот остальная там техника которого стоит уже там шкафу купе да ну вся какая есть принципе даже обзор на мои на моем канале все покупала я за свой счет за свой личный счет то есть мне не родители давали деньги а я сама откладывала копила там каждый месяц я откладываю где-то по 1000 рублей меня получается только так отложить и таким образом я коплю за несколько лет можно накопить ну да где-то за год 12000 можно накопить и можно в принципе что-то что-то такое купить меня только так получается заработать пока мне не получалось вот и сейчас мне опять вкладываться на этот чайник мне не хочется вот я же не сказал давай скидываться я говорю я одна не хочу покупать я устала тратить уже деньги вот не знаю сколько надо тысяча но я думал за две тысячи найти не знаю сейчас я сижу думаю что сейчас скорее всего он позвонит своей маме скажет но они здесь в городе они живут другом городе сейчас они находятся здесь в городе нашем городе в самаре там по делам они поехали скажут что у нас сломался чайник и то есть получается на ситуация такая то что если свекровь привезет чайник то есть это уже много раз так было слава на дарит какой-то подарок неважно какой то есть именно вот когда я к нему привыкаю к этому подарку все прям вот привыкаю она приезжает его и забирает то есть и все ты остаешься без всего либо привозит какой-нибудь бушные похожие там либо не привозит так уже было с разделательной доской там не помню короче много раз было было с чайником когда она купила чайник мы очень к нему привыкли был тоже обычный чайник простой скарлетт ну такой же беленький люденький хорошенький мы так привыкли так он нам нравился вообще несколько лет им пользовались вот она потом приехала просто его забрала у нас но привезла другой чайник такой тяжеленный металлический у него корпус был полностью металлической я постоянно обжигалась вот даже вот не дотрагиваешься прям вот капельку вот руку там рядом вот просто засуешь дал что-то надо взять все мне ожог сразу меня все руки были в ожоге от этого чайника все уже старалась его не трогать отодвинула но все равно где-нибудь там вроде там ну неделю-две проходит опять где-то там я прошла что-то там достать мне надо был опять обожглась я не знаю это был ужас он тяжеленный был а я тяжелый не могу мне спина больная мне надо чтоб чайник весил меньше килограмма то что плюс еще вода чтобы это не было не тяжело иначе мне будет каждый раз тяжело меня будет болеть спина каждый раз ну то есть когда представляете когда спина болит каждый день у вас вот каждый день болит спина но это неприятно вот я сейчас думаю сейчас она проезжает чайник то скорее всего я откажусь скажу наверное тоже мне такие проблемы дальше не надо то есть не лишнюю вещь лишний чайник не нужен и таких проблем всякими тоже не надо я лучше сама на свои ну да получается что я сама на свои деньги просто куплю чайник как обычно потому что я не знаю я думаю что если женька мне даст денег я найду чайник да то я боюсь то что в будущем свекровь скажет мол типа это наш чайник я его забираю мне понравился и мы останемся без всего хотя допустим мы пополам за него оплатим как-то так сижу я раздумываю тратить деньги 3000 начальник тратить знамени хочется честно вообще не хочется никак 2000 не знаю я планировал за полторы найти я думаю тысячу женька даст и 500 я свои да потому что я уже устала тратиться постоянно постоянно вот что-то что-то я я я а с его страны 0 то есть ничего нету нет денег он не выбрать он не может ничего не пойти не забрать там периодически все я все на мне как как будто и не за иногда себя чувствую мужчины семье главный главное главное в семье вот там что с его стороны 0 просто ну короче так сейчас сижу думаю за вечером наверное зайду еще раз компьютеру уже в сети линк и там посмотри а кстати нашла чайник называется он хундай он черный прям такой черный сверху то ли золотистый то ли серебристый но полностью металлический он весит по моему сам чайник полтора килограмма весит плюс вода это будет вообще два-три килограмма это будет очень тяжелый конечно но он такой красивый прям такой четкий прям для кухни такой вот какой-нибудь тоже сервис золотистый серебристый такой черный прям вообще будет шикарно смотреть в стиленке у кого кухня такая можете посмотреть черная там кухня с какими золотыми там вот вот у меня попроще не хочу какой-то цветной там я китвор сейчас находила фиолетовый что ли или зеленый такой симпатичный но не хочу какой-то такой вот я хочу беленькой черной с белым просто по кухне нас все настолько посудомоечная машинка с голубой каем очка вот и все остальное все серебристое черное белое золотистого нету ну как-то уже это будет перебор мне кажется если на кухне еще что-то оранжевое поставить уже не хотеть равно потом кстати не привык это привыкаешь и особо не видишь не замечаешь чайник что он оранжевый например там или салатовый какой-нибудь уже привыкаешь зрение все короче так будем выбирать чайник сейчас наверно что даже сейчас полезу в компьютер посмотрю еще раз через компьютер почитаю а нашла еще мулин x но там три всего отзывы это мужчина пишет он пять лет уже пользуется этим чайником и это вообще прям классно членом лет так классно то есть пять лет из вот он ломался спустя там пять шесть десять лет мама стоит чайник которому кстати которому лет двадцать электрический чайник по-моему даже молин с может быть или нет не помню которым двадцать лет и он до сих пор работает но мама уже купила новый потому что мне очень удобно пользоваться он старый такой уже все но он работает иногда мы его включаем редко когда там гостей много два чайника надо там это представляете вот чайник кстати 20 лет чайнику дождает побольше нет на и побольше даже то есть был вот классного так купил вещь да и она там у вас лет 40-50 служит у бабули есть холодильник которому соврать бы 60 лет да по-моему да 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 точно 60 лет 50 лет точно ему есть вот ну по-моему даже 60 лет около 60 плюс и холодильник которому 60 лет и при этом он работает он работает и хорошо довольно работает то есть ничего с него там не льется не текет там морозилочка небольшая он кстати у нас на даче стояла его показывал можете посмотреть там на даче видео не помню его забрали или нет когда продавали дачу по-моему даже может оставили может нет что-то даже не помню надо у мамы спросить он очень классный такой хороший там качество писать какое было качество холодильнику 60 лет это почти вот как такая довольно полноценная жизнь человека человек конечно бывает и подольше живет бывает и меньше да ай тут холодильник у нас вот новый холодильник я на него тоже делала обзор будет отдельный там ролик выйдет ладно пойду думать надеюсь что я сейчас что-нибудь что-нибудь такое найду находил сейчас еще точно такой же чайник как мой вот прям на эти вот копия прямо одинаково прям копия только у меня надпись синба а там надпись стар старвинг что ли что-то такое видимо вот этот вот чайник был сделан нападу то есть видимо вот это у меня получается копия а там наверное оригинал еще сначала подумал может тогда взять мне тот потом думаю нет это чайник кстати мне не нравилось он постоянно воду проливает он постоянно вот как вот не знаю как угодно пытаешься с него налить в стакан чай будет обязательно мокро вокруг стакана на столе и на полу на полу будет обязательно лучше не знаю это не чайник это был какой-то кошмар сейчас покажу здесь постоянная лужа была у нас была постоянная лужа здесь вот под ним вот там даже убираешь 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 что за ним а все равно вот эти вот лужи были сейчас у нас стоит пока что такой маленький ну конечно он там пол литра у него наверное не литр мне кажется это так пока что этот ну блин классный чайник конечно мне нравилось ну как то вот кстати где-то даже читала то что там пишут носик противопроливной что ли как то он там называется даже этот вот носик как тут бывает по-другому сделан ну весь он конечно уже такой два года ему всего мне нравится то что у него с этой стороны то есть вот свекровь который дарил у него был вот с этой стороны вот это вот окошко и было честно говоря вообще не видно сколько там воды я каждый раз открывала каждый раз заглядывал смотрел потом закрывала нас крышка вот это по моему за два месяца просто слетела там он был металлический крышка металлическая сверху пластмассовая вот эта пластмасса у нас просто улетела и крышка была вообще не пойми какая вот ну и включалась у него кнопка была не здесь а вот есть еще вот здесь вот такие клавиши под этой не знаю удобно наверное мне вот хочется чтобы она была вот окошечко было с этой стороны то есть и с этой вдруг я захочу что у меня чайник вот так стоял или наоборот вот так что буду делать с этим чайником честно не знаю я думал может его думаю оставить воду в нем хранить но потом подумал раз он меня проливает там все думаю лучше нет думала может быть его разобрать посмотреть но все равно же если его выбрасывать либо на запчасти отдавать ну нет кстати вот тут это не особо разберешь не знаю наверное на запчасти одна может кто-нибудь может кто-нибудь это мужики возьмут дома его починю там может там контакт отошел или что-нибудь и будет пользоваться дальше ну есть такие мужики которые могут починить тык 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 все знаю я чинить чайник не буду я не знаю даже как не представляла там ну да микроволновку я вот здесь починила у нас здесь открыто до сих пор кстати надо закрыть будет я ее смогла я его починила но это это проще оказалось у меня просто вот не работал вот эта кнопка это гораздо было проще но чайник господи кто-то напугался вот но чайник как-то конечно я не знаю как его чинить что у него конкретно сломалось там пойду смотреть не буду вас заболтать зато 15 минут все все равно пойду смотреть еще забыл сказать что я начала уже подумывать о новом чайнике не помню говорила это или нет маме рассказала что у нас чайник вот тут вот когда мы наливаем постоянно все подтекает когда вот кстати вот эту крышку открываешь и все вот этот вот капли которые здесь вот вот были они все вот так вот стекают сюда и вот тут все мокро не знаю вот видимо мне кажется вот из этих вот не видно сейчас вот эти вот дырочки здесь постоянно вода скапливается и она вот стекает видимо из-за этого может быть когда маме сказал что у нас проливает чайник после этого в этот же день он перестал представлять как бы ему не наклоняло он перестал тут подтекать то есть когда наливаешь все прям вот несколько дней уже там сколько-то дней 5 наверное да пользуемся не часто но пользуемся дней 5 вот мне это не подтекало я думаю надо же чайник изменился испугался наверное что мы хотим поменять а потом сегодня прям хоп и решил сломаться хоть бы ну постепенно как-то ломался бы да он прям хоп разом и все и не включается ни в какую и не работает вот так вот смотрите залезла я в сетюлин в компьютер начала искать нашла термо под я сейчас вспомнила про него это такая штуковина который стакан подносишь вот так ставишь и горячая вода сама наливает то есть ну по сути не надо таскаться с этим чайником нигде ничего не проливается нет никакой мокроты и даже тут вот вот есть у него штучка где лишняя вода уходит и так же можно разную температуру сто восемьдесят пять шестьдесят пять сорок чтобы он кипятил по моему не знаю именно вот этот по моему не кипятит здесь у него со стороны водичка как бы не кипятит делает ее горячий не доводите там до такого про кипения аж прям с бульканье по моему она вот отсюда он доберет эту воду и там где-то и через горячие чего-то там пропускает старт стоп вот цена конечно 7000 это дорого ну за 5 бы можете его взяла сейчас за 5000 здесь 53 аж прям вот отзыва звездочки 48 три даже отличная замена электрическим чайником вот я хотела еще давно мечтала о нем но у нас был тогда чайник хорошо работал а еще до чайника я хотел такой купить но их тогда было очень мало и я не стала брать и отзывы были плохие думаю подожду возьму чайник обычный то есть ну да это мы пользовались газовым чайником это очень долго ждешь пока он там скипит вот электрический конечно проще вот сейчас я вспомнила что я же хотела такую штуку может какая-то штука даже и проще поставил это налилась туда водичку и все ну и здесь на конечно не очень удобно добавлять термос например вот заваривать вот ну в кувшинчик куда-нибудь ее это там горячие надо кастрюли да а ну да в кастрюлю можно для термоса вскипятить конце концов хотя кстати я замечала то что в кастрюле вода когда кипятишь и пьешь просто кипяченую воду из кастрюли то не вкус абсолютно другой чем из чайника вот вот